Винсент Винсенту Малойу 7 лет от роду. Он очень послушный и вежливый мальчик. Для своего возраста он определенно мил, но он мечтает быть как Винсент Прайс. Ему ни к чему общество его сестры, кота и пса. Он бы предпочел жить среди пауков и летучих мышей. Наслаждаясь ужасами своих творений и бродить сквозь тьму в одиночестве среди привидений. Винсент дружелюбен, когда тетя навещает его. Но втайне мечтает окунуть ее в воск для воскового музея. Ему нравится экспериментировать над своим псом, Кромби, в надежде создать ужасного зомби. Он и его ужасный зомби-дог могли бы выискивать жертв сквозь лондонский смог. Кроме как рисовать свою призрачную невесту, он также любит читать и писать. Пока другие дети читают «Беги, Джейн, беги», Винсент читает Эдгара Аллана По. Как-то ночью, читая леденящую повесть, он наткнулся на главу, что повергло его в шок. Ужасная новость настигла его. Любовь всей его жизни заживо похоронил он ее. Могила раскопана, дабы убедиться в смерти ее. Винсент забыл, что могилой была его матери цветочная клумба. Мать отправила Винсента в его комнату, но он-то знал, что был сослан в башню забвения, где ему предстояло провести остаток своих дней среди кромешной тьмы, наедине с портретом любимой жены. В одиночестве, обезумев от безысходности, мама входит в комнату Винсента. Она говорит, если хочешь, можешь выйти и играть снаружи. Там солнечный и прекрасный день. Ответить пытался Винсент, но не смог. Года изоляции отняли у него последние силы. Взял бумагу и перо, начертал, я одержим этим домом, и никогда не могу оставить его. Мама сказала, ты не одержим и не умираешь, вся эта история лишь у тебя в голове. Ты не Винсент Прайс, ты Винсент Милой. Ты не безумец, ты просто маленький мальчик. Тебе семь лет, и ты мой сын, и я хочу, чтобы ты пошел наружу и занялся настоящим делом. Рассердившись, она ушла, закрыв дверь за собой. Винсент попятился от стены к стене. Комната издала ужасающий скрип, а безумие вновь настигло его. Увидел он своего зомби-слугу, услышал замогильный зов своей жены. Она говорила из могилы, в призрачном голосе мук. Из треснувших стен появилось множество скелетных рук. И каждый кошмар ожил в его сознании, и он издал ужасающий крик. Спасаясь от безумия, не достичь двери, и жизненное тело упало на пол. Голос был мягок и тих, совсем как ворон Эдгара Алана Пол. Из расплывшегося полу тени, душа моя вверх полетит. Уже никогда. Прочитано Винсентом Прайзен. Режиссер Тим Бёртон. Эрик Генрикс. Перевод и адаптация. Оревкин Роман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok